Надежда Главный спортивный телефестиваль школьников «Веселые старты» продолжаются. За 7 лет существования проекта принять в нем участие успели около 3000 мальчишек и девчонок. В самом разгаре – восьмой сезон. Две команды, ставшие сильнейшими в своих турах, уже завоевали право участвовать в декабрьском суперфинале. Так, на главный приз «Веселых стартов» в путешествии в Санкт-Петербург претендуют «Молнии» из Красногвардейского района и «Спортфорева» из Абдулина. Два места в суперфинале пока свободны. Сегодня в борьбу вступают участники третьего отборочного этапа. В первом поединке отборочного тура встречаются верные друзья, представляющие «Зато Комаровский» и команда «Гвозди» из города Гая. Куда хотим, туда забьемся, чего хотим, того забьемся! Коллективов с подобным названием за всю историю «Веселых стартов» еще не было. И это определенный бонус для гайских школьников. Ведь на спортивном телефестивале по-прежнему в почете оригинальность и нестандартный подход. Сами «Гвозди» важнейшими считают другие качества. Боевой дух, а еще сплоченность. Мы едины. Если у кого-то что-то не получилось, надо его поддержать. Ну, мы так и делаем. Сами «Гвозди»! Нас готовили наши педагоги, учителя физкультуры Юлия Сергеевна, Наталья Владимировна. Они очень усердно нас готовили каждый день. Было по три часа тренировок. Готовили в спортивном зале, в актовом зале постоянно, после уроков. Потом еще на тренировку. Пока одни делают ставку на броское название, другие – креативец с визитной карточкой. Соперники «Гвоздей» – верные друзья. Зато Комаровский музыкальную озвучку для своей презентации выбрали необычную. Такую, что слегка повергло в шок членов жюри. «Гвоздей» Верные друзья показали нам общеразвивающее упражнение по музыку с танцевальными элементами, но не очень синхронно у них было, не слаженно. Получает четыре балла. Команда «Гвоздей» показала упражнения нам тоже под музыку с танцевальными элементами, добавила элементы акробатических упражнений и получает пять баллов. Впереди конкурс «Перекати поле». Но прежде чем с головой окунуться в настоящую спортивную борьбу, участники знакомятся с дистанцией. Дополнительная разминка им не помешает. На часах, учитывая, что день воскресный – ранее утро. Внимание! Начали! Первыми финишируют верные друзья. Но, как выясняется, дистанцию команда прошла не совсем чисто. За нарушение – штраф. А потому счет в этом конкурсе равный – 9-9. Чуть позже на площадке Олимпийского вырастает огромная надувная гора. На очереди конкурс «Эверест». Робким и несмелым можно даже не пытаться покорить эту вершину – высотой около 5 метров. Мало просто взобраться на нее при помощи каната. Нужно еще и скатиться по крутому склону. Участники не мешкают, и в итоге напряженной борьбы снова ничья. Общий счет 24-23 в пользу «Гвоздей» и лидер верных друзей Илья решительно настроен исправить ситуацию в конкурсе капитанов. Его результат – 4 точных броска из 10 положенных. Предводитель команды «Гвозди» Виталий дает достойный отпор сопернику. На счету Виталия 6 точных бросков, а это значит, именно он приносит победу своей команде в этом конкурсе. Я здесь любил кидать мячики, эфири. Кольцо бросал, баскетбол играл раньше. В ад понадобилось соревнование. Заключительное испытание – баскетбольный тоннель. Общий счет 34-32 в пользу «Гвоздей», но верные друзья еще могут догнать соперника. Для этого им нужно финишировать первыми и забросить большее число мячей в корзину. Школьники в зеленой форме с задачей справляются частично. Дистанцию проходят быстрее, а вот количество удачных бросков у команд одинаково. В итоге 10-9 в пользу верных друзей. Общий счет 43-42 в пользу команды «Гвозди» города Гаев. Ну что же, немножечко, буквально немножко не хватило команде верные друзья. Команду «Гвозди» ждет полуфинал, с которым ребята наверняка справятся. Ведь в составе команды настоящие спортсмены – поклонники волейбола, баскетбола, борьбы и каратэ. Участники второй отборочной игры – «Степные Орлы» из Адамовского района и «Шок» из Домбаровского. Что они из себя представляют, команда показывает в конкурсе «Это мы». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Начало отличное. За свои домашние заготовки обе команды получают по пятерке. А вот в следующем по-настоящему спортивном конкурсе «Перекати поле» ничьей не получается. Более ловкими и быстрыми оказываются «Степные Орлы». На площадке Олимпийского эти вольные птицы чувствуют себя уверенно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поначалу команды идут вровень, но на финишной прямой вперед все-таки вырываются «Степные Орлы». Общий счет становится уже 25-23 в пользу адамовских школьников. Теперь выход капитанов. И снова многотонная ответственность лежит на плечах лидера отстающей команды. Капитан Шока Глеб выполняет четыре метких броска. Впрочем, такой же результат показывает предводитель «Степных Орлов» Донат. Перевезав два очка, никуда не исчезает. Исправить все поможет только меткость и невероятная скорость. К баскетбольному тоннелю участники готовятся серьезно. Внимательнее! О, молодец! Давай-давай! Внимание! Начали! Конкурс «Баскетбольный тоннель». Такого на веселых стартах давно не было. Видимо, собрав всю свою волю в 20 кулаков, домбаровские школьники проходят дистанцию на одном дыхании. Разбив безумную скорость, они финишируют первыми. Неплохо и с взятием баскетбольного кольца. Семь точных бросков. Тогда как у соперников всего четыре. Абсолютная победа в конкурсе 11-9. И общий счет, наконец, сравнялся. 44-44. Всех рассудит дополнительный конкурс. Начали! Самая валидольная схватка третьего тура, где все решает один мяч. Четверо из десяти участников домбаровского шока в кольцо попадают. У степных орлов пять бросков точно в цель. Запомнился последний бой, как бы бросок в кольцо. Потому что я волновался за команду, за себя. Ну и со своей точностью выиграли. Мы к концу игры сравняли счеты. И это было очень, ну, как бы, так вот неожиданно. Вот мы все волновались, кто же будет. И вот последний конкурс, это что это было? Сердце прям с такой чистотой билось. Мы очень сильно волновались. Некоторые переволновались. Конечно, мы могли показать лучшие результаты. Но так как это область, большая ответственность. Последнее слово все же осталось за ними. Пройдя непростой экзамен на прочность нервов и выносливость, степные орлы из Адамовского района продолжают борьбу. Ну, давайте познакомимся для начала. Вот по правую руку от меня стоит команда в бордовой форме, представляющая Гайский район, команда «Искры». Команда в зеленой форме, команда, представляющая Оренбургский район, команда «Энергия». Соперники знают, энергия всегда помешает. Оле-оле-оле-оле-оле, Россия вперед! Оле-оле-оле-оле, Россия вперед! Ну-ка, солнце и яркие прыжки, Золотыми лучами отцветай! Эй, товарищ, больше жизни! Паспивай, не забей, не забей, не забей, не забей, Чтоб не сделай, не забей. Вы молоды, вы молоды, вы молоды, И не бой слышали, И в головах заканяй связь, Как стань. У ныне золотые циклы, С devem великою отцветали, Все планировать в Путин, В головах заканяй связь, В теле на Sie. У нас был хореограф, мы тренировались около двух недель, то есть каждый день тренировки, тренировки, и все так получилось. Искры из Гайского района и энергия из Оренбургского производят на суде впечатление. За свои визитные карточки команда получает по 5 баллов. В конкурсе «Перекати поле» с заданием быстрее справляется энергия. Давай, давай, давай! Общий счет 15-14 в пользу школьников из Оренбургского района. И теперь от участников потребуются навыки скалолазов. Внимание! Марш! Начали! В этом испытании удачи переходят на сторону команды «Искры». Гайские школьники Эверест покоряют быстрее, чем соперники, и получают за это 10 баллов. Общий счет становится равным 24-24. На огневой рубеж выходят капитаны. В роли оных в большинстве своем выступают юноши, но иногда ответственную миссию возлагают на девушек. Как, например, сегодня это сделали в команде «Искры». Капитан команды «Искры» Мария совершает лишь два метких броска. Лидер «Энергии» Денис соперницу обходит ненамного. Капитан команды «Энергии» коробится и не попадает. Обойдя Марию всего на один точный бросок, в этом конкурсе побеждает Денис. Тем самым капитан выводит свою команду вперед и счет уже 34-33 в пользу «Энергии». При минимальной разнице в счете надежды на победу велики. Понимая это, команда «Искры» в последнем конкурсе бьется до изнеможения. В баскетбольное кольцо гайские школьники попадают семь раз, тогда как их соперники всего пять. Зато представители Оренбургского сельского первыми приходят к финишу. Отсюда итог. 10-10 в конкурсе и 44-43 в поединке. Побеждает «Энергия». Все было очень здорово. Команды были очень сплоченными. Соперники были тоже очень сильными. Но мы знали, что мы победим и ехали только за победой. Конкурсы были сложные, честно говоря. Но больше всего понравился конкурс «Эверест». Чем понравился, чем он был сложен? Было сложно. То, что забираться на горы. И у нас так случилось, что веревку девочку тянуло, но наша команда вытянула. И я рада, что мы победили. Когда смотрели по телевизору, совсем площадь оказалась большая. Но когда пришли сюда, не очень большая. Очень хорошее впечатление. Очень сильно волновались. Но мы вышли вперед. Соперники тоже были очень хорошие. Но мы молодцы. И они тоже. Виво, Россия! Виво, надежда страны! Комета на небе, а мы на земле. Да здравствует счастье всегда и везде. Девиз нас дружба и успех. Мы победим сегодня всех! Еще одна пара претендентов на победу в третьем отборочном туре – «Комета» из Кваркинского района и «Дружба» из Новоорского. В команде «Дружба» приходится столкнуться с непредвиденными трудностями. Из-за проблем с фонограммой школьники вынуждены выступать под чужую музыку. Из непростой ситуации на ворские мальчишки и девчонки выходят с достоинством. К первому конкурсу мы готовились очень серьезно. Мы каждый день бегали, разминались и к этому конкурсу очень сильно готовились. Подбирал движение у нас учитель аэробики Старченко Наталья Николаевна. Визитные карточки команд особого восторга у членов жюри не вызывают. И те, и другие получают по четверке. Проявить себя школьники настроены в следующем конкурсе. Дистанцию с перекатыванием надувной трубы быстрее проходят новоорские школьники. У них 10 баллов. Их соперники из Кваркинского района, значительно отставшие в этом конкурсе, получают девятку. Нужно заметить, что и в следующем испытании, в Эвересте, у команд все складывается непросто. Штурмовать вершину каждый из участников пытается своим способом, порой пренебрегая правилами. Многие игнорируют канат и взбираются на гору, хватаясь руками за батут или выступы, предназначенные для ног. Дружба из новоорского района на финише отстает от Кометы. Последняя и побеждает в конкурсе со счетом 10-9. Эверест очень сложный. Было сложно карабкаться на гору, потому что ступеньки были очень маленькими, и нога соскальзывала. Общий счет становится равным 23-23. Добывать очки отправляются капитаны. Лидер Кометы Данил совершает лишь два удачных броска. Предводитель дружбы Витя более меток. Держать на вас. Вот это да! Вот это да! Ух ты! И что теперь? Почти не получается. Прекрасный результат. Семь мячей из десяти точно в цель. Это рекорд третьего тура. Поклонник тяжелой атлетики Виктор приносит своей команде победу в этом конкурсе со счетом 10-8. И выводит свою дружину на два очка вперед. Скорей, скорее, Витя, Витя, быстрей! От груди! Вот, надеюсь! Впрочем, у остальных участников дружбы с меткостью не так все хорошо, как у капитана. В заключительном конкурсе «Баскетбольный тоннель» наворские школьники лишь четыре раза попадают в баскетбольное кольцо. Их соперники из команды «Комета» на один раз больше. Они и побеждают в этом испытании. Тем не менее, по итогам поединка лидирует все-таки дружба. 42-41 в ее пользу. Каждый день тренировались по 2-3 часа. Нас тренировала Татьяна Дмитриевна, наша учитель физкультуры. Я очень доволен, что мы победили. Мне понравился больше всего «Эверест». Конкурс был очень хороший. Виво Россия! Виво надежды страны! Нельзя не сказать о еще одном поединке третьего тура, интересном и ярком. Его участники – новое поколение из Новотройска и легенда из Сорочинска. Новое, новое поколение, мы пробуем свое течение. Бьемся от скалы, древние волны, мы будущие страны. Новое, новое поколение, мы выдвигаем свои решения. Бьемся от скалы, древние волны, мы будущие страны. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Домашняя работа обеих команд оценена на отлично. Пожалуй, это лучшие визитки в третьем отборочном туре. Дальнейшая борьба выявляет лидера и в конкурсе «Перекати поле», и в «Авересте» сильнее представители сорочинской легенды. При счете 25-23 капитан команды «Новое поколение» Богдан настроен изменить ход событий. Но, увы, всего лишь три точных попадания. У лидера легенды Семена на один заброшенный мяч больше. Перед баскетбольным тоннелем отрыв составляет уже три очка. В последнем конкурсе сорочинцы финишируют первыми и ставят победную точку. Триумф с разгромным счетом 45-41 и выход в следующую стадию. Третий тур восьмого сезона побил все рекорды по количеству участников. На старт вышли аж 11 команд. Для выявления сильнейших понадобились дерби между чемпионами отборочных игр. Встреча энергии из Оренбургского района и Степных Орлов из Адамовского завершилась победой последних. Общий счет 44-43 в пользу команды Степные Орловы. В еще одном поединке сильнейших встретились дружба из Новоорского района и Олимпийская надежда из Светлинского. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok